Минский президент, я был президент Узбур Антонбас из газеты Айденлик и его коллега с телеканала Улусан из Турции. Мы в Минске были уже 4 дня и посетили несколько избирательных участков. Мы увидели, что люди голосуют свободно и, самое главное, демократично. Однако западные страны по-прежнему считают, что выборы в таких странах, как Беларусь, Турция, Россия и Иран, они недемократичны и используют это как оружие. Как вы считаете, что эти западные страны хотят от наших стран и что вы считаете вообще по этому поводу, когда они признают выборы недемократичными? Если у нас в Турции, Иране, вы мало назвали стран, и Корея, и Китай, и Россия, можно много назвать, ну я уже не говорю о монархиях, богатых, о них ничего не говорят. А вы не знаете почему? Деньги. Поэтому надо иметь в виду, что турки проводят выборы для турецкого народа, белорусы для белорусского, россияне, китайцы для своих народов. И мы будем делать так, как выгодно нашим людям. Выборы покажут. Вот любые выборы, в том числе наши, недемократичные, ответят на многие вопросы. Но об этом потом мы поговорим, и я своим журналистам и желающим потом свои выводы выскажу. Вы правильно сказали, у нас сегодня заканчивается голосование. Вы видели какие-то столкновения, какие-то поползновения на столкновения, мятежи, как это было раньше? Не видели и не увидите, потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и сделали соответствующие выводы. Поэтому мы делаем это для себя. Что надо, чтобы они нас признали? Вам это очень надо? Ну признают они вас. Ну если Турция развяжет войну на Ближнем Востоке и еще на Израиль пойдет, не дай бог, конечно. Вот это будет для них благодать. Ограниченные конфликты по всему миру в разных точках – это то, чего они хотят. Это то, чего они хотят. Тогда о многополярности меньше будут говорить, останется однополярный мир. И американцы, как раньше было, как жандарм, засучив рукава, руки по локтю в крови, они будут расхаживать по всей планете. Только турецкому и белорусскому народам и другим это не надо. Они хотят решать вопросы, как в Украине, чужими руками. Чего добилась Украина? Ну она же уже такая демократичная, дальше некуда. И эти обезумевшие, особенно европейцы. Ладно, американцы, понятно, чего они хотят. Но эти чего подвякивают там? Они говорят, что в Украине истинная демократия. Вам нужна такая демократия, как в Украине? Нам не нужна. Никому не нужна война. Вот чему провела их демократия. Они давно забыли, что такое демократия и свобода, я об этом сказал. Поэтому надо успокоиться и делать свое дело. Делать все это в интересах собственного народа. И последнее. Вот абсолютно, искренне и честно скажу, нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. Так было всегда. И если в советские времена как-то фальшивили, я же помню, все было, и буфеты там, и выпить, и закусить, все было. Ну, это было как-то натянут, это было без души. У нас это душевно все проходит. Поэтому мы проводим искреннюю, честную политику. И точно такие выборы. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам нужна спокойная жизнь. Во имя этого мы будем делать все. Понимаете, все. И я говорю часто, и это так, это аксиома, дрожащими руками власть не держат. И никто никому власть не отдаст и не подарит. Но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас, ну, подавляющим сегодня в большинстве народ власти доверяет. Хотя и критикуют. Это нормально.